Девушки отдыхают Как у вас дела? А ты как думаешь? Мой сын умер. Но я держусь, как видишь. Я звоню выразить соболезнования. Выразить соболезнования? Если ты жил с нами под одной крышей, имея уважение не разговаривать со мной, как будто мы чужие друг для друга, я сама хотела тебе позвонить. Я готовлю афрендум по Джокиту. Мы должны проститься с ним, как положено. Церемония пройдет у нас, в Койоте. Соберутся многие из его хороших друзей. Не говорите ничего, мама Уэллс. Я приеду. Я ни секунды в этом не сомневалась. До встречи, Ви. Надо убрать отсюда бильярдный стол. Думаете, он довольно тяжелый. Ви, спасибо, что пришел. Садись. Садись. Хочешь пива? Давайте немного. Салют. Давно мы с тобой не виделись. Как ты поживаешь? Честно говоря, бывало и получше. Почему? Расскажи. В тот день, когда погиб Джеки. В общем, с тех пор моя жизнь стала гораздо тяжелее. Понимаю тебя. Мы все так себя чувствуем. Я сейчас пытаюсь подготовить афренду. Столько надо сделать, рук не хватает. Могу помочь. Грациас, месь Елю. Я сама справлюсь. Хватит и того, что ты придешь проститься. Афренда? А что это такое? Мы собираемся вместе, чтобы почтить память ушедших. Родные, друзья. Приносим то, что они любили. И что может пригодиться им после смерти. Думаю, Джеки в первую очередь попросил бы пива. И пиво тоже будет. Я бы хотел принять участие в церемонии, но как положено. Чтобы не нарушать ваши традиции. Так. Просто у меня нет ничего, что можно было бы положить у гроба. Чтобы почтить его память. Ну и что? Зато у тебя доброе сердце, Менинью. Нужно просто что-нибудь символическое. Поищи в его гараже. Там, считай, все его прошлое. У Джеки был гараж? Раньше он просто держал там мотоцикл. А не так давно совсем переехал туда жить. Ты там обязательно что-нибудь найдешь. Ничего, что я буду трогать его вещи. Но, Михо, он умер. А похороны, они для живых, а не для мертвых. Вот, возьми ключ. Спасибо, мама Уэллс. Да не за что, Ви. Это тебе спасибо за твою чуткость. Гараж на республиканском проезде. АйТВ. Привет, Ви. Ты здесь одна? Я бы не сказал, что это самое безопасное место в городе. Я сижу на этой лестнице с десяти лет. Теперь мне двадцать шесть. Если бы со мной что-то могло случиться, оно бы давно случилось. Что ты тут делаешь? Просто сижу и жду его. Хотя прекрасно понимаю, что он больше никогда уже не придет. Последнее время я часто прихожу сюда посидеть. Могу час просидеть. Это глупо, но я так скучаю по нему. Очень скучаю. Присядешь? Поболтаем. Почему глупо-то? Это обычные человеческие чувства. Наверное. Вы давно были знакомы? Пол жизни. Мы выросли в одном районе, виделись чуть ли не каждый день, но никогда не были вместе. До прошлого года. Да, это был лучший год в моей жизни. Джек много про тебя рассказывал. Говорил, как много ты для него значишь. Прямо так и говорил. Скорее всего, слова были совсем другие. Может быть, и другие. Но он имел в виду это. Серьезно. Я рада, что ты узнал настоящего Джеки. Все думали, что он такой наивный весельчак, который во всем ищет положительные стороны. Но они ошибались. А ты что о нем думала? Знаешь, как он сам однажды сказал? Он бы заслонил меня от поля, не задумываясь. Таких людей больше нет. Прямо как настоящий сын Хейвуда. У него было столько надежд, столько планов. Можно сказать, из-за них он и погиб. Здесь осталась частичка Джеки. А почему ты не зашла? У меня нет ключа. Джеки не сделал тебе дубликат? Разве вы не настолько близки? Он предлагал, но я не хотела посягать на его личное пространство. Мама Уэллс будет устраивать прощание с Джеки. Мне надо найти что-то, чем он дорожил. Не поможешь мне? Не уверена, что мне стоит туда заходить. Думаешь, пока рано? Дело не в этом. Мы с мамой Уэллс не то чтобы в лучших отношениях. Она бы не хотела, чтобы я что-то здесь трогала и тревожила его память. Так что лучше не надо. Джеки был бы рад, если бы ты зашла. Это главное. Пойдем. Он любил копаться в двигателях. Он любил копаться в двигателях. Зная его навыки вождения, удивляюсь, как он не разбился. Да уж, Джеки любил тягать железо. Это был для него способ медитировать. Он говорил, что штанга лучший слушатель. Поймет все твои проблемы и не станет давать дурацких заветов. Наверное, еще с 2020-го тут висит. Все полные. Его любимая. Запас на черный день. Не прикасаться. Но почему? Почему не может стоять на резерве стратегика? Да? Думаю, ни одна холостяцкая нора без таких не обходится. Он говорил, это коллекционные. Сейчас таких не выпускают. Ну да, именно поэтому они тут и висят. О, мяч с подписью Данте Гонсалеса. Он тоже из Хейвада. В баскетбол у нас тут играли все, но Данте был самым лучшим. Если не ошибаюсь, он был первым, кто ушел из Валентина. Как и Джеки? Ага. Они оба хотели от жизни чего-то большего. Данте теперь капитан НС Блэкаутс. Эрнест Хэммингуэй. По ком звонит колокол? Джеки часто ее перечитывал. Перед каждым большим заказом. Он говорил, что этот мужик круче, чем Морган Блэкхэнд. А ты читала? И как тебе? У меня... Как-то руки не дошли. Думаю, она хорошо подошла бы для Фрэнды. КОНЕЦ СИГНАМИЯ. КОНЕЦ СИГНАМИЯ. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Легко. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ СИГНАМИЯ. это подойдет вполне для френда уже что то есть но можешь тут еще походить а джеки это мандала с ней долгая история все хорошо ты не представляешь насколько я однажды сказала джеки что ему нужно очистить это место от негативной энергии например с помощью мандалы из песка он мне тогда ответил что из песка лучше построить замок дом родовое гнездо уэлсов крепость похоже ты влияла на него сильнее чем думала она прекрасна она уже но это самое красивое из всего что я видела в жизни классный кадр старый ремень память об отце из детства этим ремнем он бил и джеки его мать в один прекрасный день джеки избил его самого и сказал что в следующий раз убьет папаша попал в больницу а потом ушел от них только зачем он его хранил видимо как напоминание аквариум остался так кто такой так а его рыба карликовая акула совсем крошка мне кажется они стоят как самолет не думаю что он за нее платил любимая текила джеки так он ее и не открыл нет амулет на счастье одна из первых бутылок которые выпустил хисус да баху это который основал сенс он их осталось всего сто и все они у самых богатых людей мира откуда джеки ее достал вроде бы купил у какой-то старушки в мексике она ему жаловалась что абаха украл у нее рецепт да точно самое то для джеки там пора идти знаешь я еще осталась ненадолго попрощаюсь с ним тут мама уэллс все равно не хочет меня видеть что между вами произошло вы поссорились да нет просто она не считает меня идеальной невесткой а что и в тебе не нравится меня зовут не камилла и я не бывшая девушка джеки мама уэллс просто обожала камилу ясно но тебе тоже можно понять держись вместе да и ты тоже мое глубокие соболезнования он был очень милый мальчик так выпей в память о нем падра лучше несколько раз так и сделаю ве хорошо что ты пришел мы сейчас начнем садись пожалуйста привет большое спасибо всем кто пришел я не буду расписывать каким человеком был мой сын и говорить как мне его не хватает я лучше расскажу вам одну историю было ему тогда лет может девятнадцать джеки был валентина а у них тогда была война с мальстрёмом мне позвонили из больницы сказали что в него попали три раза и все рядом с сердцем когда я приехала в больницу он был в сознании из него торчало столько трубок что он выглядел как какой-то осьминог он сказал не волнуйся мама пули меня не берут со мной никогда ничего не случится а когда я собралась уходить он снял с пальца перстень валентина сказал он ему больше не нужен он не боялся просто не хотел чтобы я за него волновалась когда я еще ходил в боксерский клуб без и найт-сити у нас была такая поговорка ищи настоящих друзей среди тех кто может отправить тебя в нокаут и это правда рука у джеки было тяжелая ни от кого я еще так не получал и к его удар помню до сих пор 12 раундов дружище этот мобильный Я не могу читать это. Я, наверное, расскажу, как мы познакомились с Джеком. Я частенько вспоминаю этот день. Началось с того, что он приставил мне ствол к голове. Потом нарисовались местные копы. Наваляли нам обоим. В чем-то по моей вине, в чем-то по его. А выбирались оттуда уже вместе. Через каких-то полчаса мы уже обедали у мамы Уэллса. Оказалось, у нас все-таки было кое-что общее. Принципы. Джеки Уэллс. Друг, который никогда не предаст. Самый верный товарищ. Если он ставил перед собой цель, то готов был умереть, чтобы ее достигнуть. Однажды он мне сказал, Продор, главное в нашем деле никого не бояться. Ради своих близких он был готов пожертвовать всем. Даже жизнью. Но самое главное... Все думали, что Джеки обаятельный весельчак, который во всем ищет только положительные стороны. Не совсем. Джеки Уэллс был чертовски целеустремленным парнем, который никогда не сдавался и погиб за свою мечту. Но он сделал то, что всегда хотел. Шагнул к славе и богатству без страха в лице и в сердце. Парень из Хейвода с безумной энергией. Спи спокойно, друг. Я бы хотела сказать тост. Парень из Хейвода Парень из Хейвода Вы уверены? Джеки меня бы убил, если бы я его поцарапал. Ну так ты смотри, не поцарапай. Спасибо вам. Я буду его беречь. Обещаю. Куида-те ви. Куида-те ви. Мне будет его не хватать. Уже не хватает. Мне тоже, Эссо. Ченька. Вот только не начинай. Не сегодня. Выпьем за Джеки. Он теперь уже в лучшем мире. За Джеки Уэлса. За гордого сына Хейвода. Я пойду, Вик. Ага. Увидимся, Вик. Паша, тебе налить? Эй, ты! За Джеки. Выпьешь с нами. Слушать надо уметь, знаешь ли. Ладно, выпью. За Уэлса. Мир его прав. Такое чувство, что я тебя знаю. Густаво Орта. Я ви. Да, слышал о тебе. Прими соболезнования, друг. От меня, Кампо и всех Валентину. Спасибо. Ты был знаком с Джеки? Да, мы вместе начинали. В Валентина? Нет, блядь. На чтениях в воскресной школе. Хороший он был все-таки человек. Покойся там с миром, бродер. Пока хватит, спасибо. Видишь? Свою норму надо знать. Молчал бы лучше. Пойдем. Давай-ка сосредоточься. Налей за Джеки. Аминь, брат. Вижу, Валентина все-таки не забыли о Джеки. В такие дни даже самая последняя сволочь вспоминает об уважении. Принципы. У Джеки были принципы. Они помогали ему не споткнуться. Странно, тут как-то без Джеки. Мне все время кажется, что вот я повернусь, а он здесь за стойкой сидит. На своем любимом месте. Я боялась, что Луфа не переживали. Она сильно отличная. Я так, так рада тебя видеть. Я так, так рада тебя видеть. Ты пришел попрощаться с одним из своих, падре? Я пришел попрощаться с хорошим человеком. Как ты думаешь, падре, Джеки сейчас смотрит на нас сверху, с небес? Уверен, что он предстал перед Богом. Что, и все? Не знаю, остался ли Бог доволен этой встречей, а вот Джеки наверняка да. А ты сам-то хорошо знал, Джеки? Я помню, когда его родила мать, когда ушел его отец, и когда он привел в свой дом тебя. Да, Вин, я знал его очень хорошо. Как там дела на улице? Мы все пришли сюда не о делах говорить. Прояви уважение. До свидания, падре. Иди с Богом. Вин, это ты? Блин, а я думала, ты умер. Честно говоря, не ты одна. Я тоже думал, что мне конец. Неужели все пошло не так? Все мимо плана? То есть ты знаешь про налет? Наверное, Эвелин сказала. Да весь город только об этом и говорим. Слушай, мне надо найти Эвелин. Давай лучше не будем о ней. Ты знаешь, где она? Я тебе что сказала? Не спрашивай. Точка. Джуди, серьезно. Ты моя последняя надежда. Мне надо ее найти. Я знаю, ты можешь мне помочь. А кто сказал, что я захочу? Давай, может, встретимся и поговорим. А? Ты близец? Ты жить. Ты близец? Ты близец. Ты близец? Ты близец. Продолжение следует...